МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В результате террористов от переговоров принято решение о штурме, в результате которого бандгруппа нейтрализована. Пострадавших среди мирного населения нет. Выявленные во время тренировки недостатки будут учтены при дальнейшем совершенствовании систем антитеррористических мер в регионе. При съезде с Восточного моста на улицу Маяковского в Твери после столкновения с опорой уличного освещения перевернулась Лада Калина. Первыми на помощь заблокированным в салоне людям пришли сотрудники вне ведомственной охраны, находившиеся на патрулировании. Сержант полиции Александр Осокин и младший сержант полиции Кирилл Бабич вызвали на место аварии оперативные службы и во избежание возгорания обесточили машину, вынув из капота аккумуляторную батарею. Деблокировать зажатых в машине людей росгвардейцам без специального аварийно-спасательного инструмента не удалось. Вскоре к месту аварии прибыли экстренные службы. Водитель Лады доставлен в больницу. На месте скончался мужчина 78-го года рождения, пассажир Лады. В Твери на улице советский автомобиль ВАЗ сбил самокатчика. 20-летний парень пересекал на самокате проезжую часть по пешеходному переходу. В нарушении правил дорожного движения самокатчик не спешился. В итоге травма. Доставлен в больницу. Конаковский район, 136-й километр трассы М-10. Грузовой фотон столкнулся с легковым Санк-Янг, который остановился на запрещающий сигнал светофора. Пострадали пассажиры легковушки женщина, 13-летняя девочка и 9-летний мальчик. В Твери на улице Маяковского погиб мотоциклист. Автомашина Лада поворачивала налево и не пропустила мотоцикл. От удара двухколесную технику отбросила стоящую БМВ. Водитель мотоцикла погиб до приезда скорой помощи. В рамках Всероссийского оперативно-профилактического мероприятия «Должник» на железнодорожном вокзале проходит информационная акция «Узнай о своих долгах». Каждый желающий может подойти, узнать о своих задолженностях и произвести, соответственно, оплату. В данном мероприятии участвуют сотрудники линейного отдела полиции на станции Тверь и в управлении Федеральной службы судебных приставов Тверской области. На территории Тверской области информационная акция будет проходить до 28 июня. Любой гражданин может узнать о наличии и об отсутствии задолженности. При наличии задолженности он может произвести оплату на месте. В случае неуплаты задолженности должнику могут применяться меры принудительного воздействия. Именно арест на счет или арест автотранспортного средства. Судебные приставы напоминают, административный штраф должен быть уплачен человеком, привлеченным к ответственности, не позднее 60 дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу, либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки. Неуплата административного штрафа в срок рассматривается законом как самостоятельное правонарушение. Его последствия могут оказаться серьезнее, чем первоначальное наказание. Узнать о наличии задолженности и оплатить ее можно на сайте Управления Федеральной службы судебных приставов Подтверской области в разделе «Банк данных исполнительных производств».